Автозаправочная станция в Тульском Заречье. Недавно пережила ребрендинг. Из КУТНК на ней сменили на Роснефть. Так будет со всеми заправками сети в области. О планах рассказывают Алексей Дюмину и главному исполнительному директору Роснефти Игорю Сечину. Озвучиваются цифры 300 миллионов рублей. Столько компания собирается потратить на строительство трех автозаправочных комплексов. Они появятся на тульских участках трассы М4. Помимо привычных магазина и кафе, там будут детские площадки и даже прачечные. У нас в планах, кроме этих трех комплексов, вообще наращивание здесь сети в Тульской области на ближайшие годы на 11 комплексов. Это комплекс разного назначения. Не все такие большие. Зависит от потребителей, от их потребностей. Но, тем не менее, план очень серьезный. Оборудование на ЗЭС Тульское. Найти поставщиков на территории региона компании помогла рабочая группа при правительстве области. Сейчас в списке партнеров Роснефти 27 тульских предприятий. Это не предел, говорит Игорь Сечин. Совместное участие в программе импортозамещения намерены продолжить. Спасибо вам большое за поддержку региона в целом. Я хочу сказать, что кроме тех направлений, которые мы с вами подписали в соглашении на экономическом форуме, есть еще ряд вещей, которые компания Роснефть делает для Тульской области. Это как помощь промышленности, как вы сказали. И я хочу сказать, что вот эти проекты связаны не только с улучшением качества услуг, предоставляемых на автозаправочных станциях и расширенной инфраструктуре, но это еще и создание дополнительных рабочих мест, что немаловажно для нашего региона. Взаимовыгодное сотрудничество продолжится и в других сферах. Об этом речь идет на Щекин-Азоте, одном из ведущих химических предприятий региона. Его руководство рассказывает, для производства капролактама предприятие нуждается в регулярных поставках бензола. Роснефть обещает, бензол будет. Это прописано в соглашении о сотрудничестве, которое подписали Алексей Дюмин и Игорь Сечин. По сути, это дополнительные пункты к уже подписанному на Петербургском экономическом форуме соглашению. И поддержка промышленности еще не все. Отдельно в документе выделена спонсорская помощь Арсеналу. Игорь Сечин отмечает, в компании, надеются, тульская команда станет не хуже одноименного английского клуба. С учетом, что вы становитесь спонсором клуба Арсенал, значит, вручить вам нашу регион и вашу память. Спасибо. Поддержка регионального спорта и развитие социальной инфраструктуры. В этих направлениях Роснефть также будет работать совместно с региональной властью. И развивать сеть автозаправочных комплексов. Это также прописано в соглашении о сотрудничестве. Екатерина Старцева, Надежда Мелехина, Руслан Кравченко, Роман Цюкин, Первый Тульский.